Каждую среду в студии телеканала Самара ГИС мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары с руководителями городских департаментов, служб и муниципальных предприятий. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Когда откроются аттракционы в самарских парках? Какими видами спорта приглашают заниматься в зеленых рощах города? Кто и как обеспечивает безопасность отдыхающих? В нашей студии Алексей Пецин, начальник отдела по организации культурно-массовых мероприятий в МАУ-парке Самары. Мы работаем в прямом эфире. Вы можете задавать нам свои вопросы. Телефон студии 202-11-22. Алексей Геннадьевич, добрый вечер. Рад вас видеть. Добрый вечер, Ян. Добрый вечер, дорогие телезрители. В этом году в связи с понятной ситуацией, всем известной санитарными требованиями, муниципальные парки долгое время были закрыты для посетителей. При этом парки и скверы тщательно дезинфицировали. Я сейчас предлагаю посмотреть небольшой сюжет и затем мы продолжим беседу, касающуюся для начала как раз этого вопроса. Да, конечно. На дезинфекцию самарских улиц и парков выходят не только коммунальщики. В помощь им военные ЦВО. Решение по оказанию поддержки принял командующий 2-й общевойсковой армии Андрей Колотовкин. По поручению губернатора региона Дмитрия Азарова, на обработку направили 6 единиц спецтехники и 16 человек личного состава. Для дезинфекции заранее было подготовлено 15 тонн специального раствора. Соответственно, это никаким образом не влияет ни на растительность, ни на флору, ни на фауну. Это чисто является дезинфицирующим раствором в защите от вируса. Военные ЦВО обработали дорожки Струковского сада, лавочки и скейт-парк. Уже больше месяца парки Самары закрыты. В это время все общественные территории благоустраивают, обрабатывают от клещей насекомых. И, конечно, регулярно проводят дезинфекцию. Военнослужащие войск традиционной химической и биологической защиты уже обработали рубежное и городское кладбище. В ближайшее время они планируют провести дезинфекцию на Самарской набережной. Алексей Геннадьевич, военные убеждали, что те средства, которыми дезинфицировались самарские парки, самарские рощи, то есть все наши места, где отдыхают люди, они безопасны. Муниципальные предприятия занимались этим же. И вот сейчас, спустя время, ваша оценка, как это отразилось на состоянии деревьев, цветов, зелени? Потому что, ну, на самом деле люди побаиваются, нет ли вот этого накопительного эффекта. То есть можно ли сейчас гулять, дышать, нюхать цветы и так далее? Можно. Безусловно, можно. Можно это делать без какой-либо опаски. Все эти средства, которые использовались для обработки общественных пространств, мест массового скопления людей, они, во-первых, сертифицированы, во-вторых, они полностью безопасны для растительного и животного мира наших парков. Помимо обработки от вируса, да, препятствующей распространению вируса, проводилась акрицидная обработка. Это, как было сказано уже в ролике, обработка от клещей и прочих нехороших насекомых, которые мешают людям безопасно находиться на территории наших парков. Что касается зелени, что касается травы деревьев, то такое ощущение, что вот за время самоизоляции природа немножко отдохнула, очень буйно расцвела, потому как те посетители, которые пришли после снятия запрета на территории парка, даже обращали внимание, как много зелени, как сильно распустились деревья, как активно растет трава. Сейчас баланс восстановился, люди наслаждаются природой, и, как мы видим, никакого накопительного эффекта не произошло. В парках находиться безопасно, комфортно, и, я надеюсь, с удовольствием люди это делают. Ну, кстати, и погода в этом году располагает для того, чтобы вот деревья и трава хорошо росли, потому что солнце, дождь, солнце, дождь – это как бы лучший вариант. Да, и наступила ранняя весна, и благоприятно это отразилось на растительности. Алексей Геннадьевич, важный вопрос. Вот парки открыты, очень приятно сейчас там отдыхать. Как по мне, может быть, вот даже так бы все и оставить, но многим людям не хватает аттракционов, многим людям не хватает центров развлечений. Когда начнут работать качели, карусели и прочие всевозможные вот эти шумные, яркие, притягивающие к себе людей аттракционы? Ну, что касается того, что очень хочется, чтобы это быстрее все заработало, наши желания полностью с вами совпадают. Под нами, я подразумеваю, и наше учреждение, и тех предпринимателей, которые работают на территории и предоставляют вот эти услуги самые. Мы знаем прекрасно то, что существует оперативный штаб, который там еженедельно или несколько раз в неделю проводит заседания. В рамках этих заседаний они рассматривают возможность послабления ограничений, которые помогают сократить распространение коронавирусной инфекции. Как только штабом будет рассмотрена возможность работы аттракционов с соблюдением каких-то специальных режимов, с использованием каких-то там особых средств защиты, будет выдвинуто предложение Дмитрию Игоревичу Азарову, губернатору, по снятию ограничений по работе аттракционов. Как только Дмитрий Игоревич подпишет постановление о снятии ограничений, буквально в тот же самый момент мы готовы запускаться. Готовность как парковых аттракционов, так и аттракционов предпринимателей стопроцентная на сегодняшний день. Помимо этого, насколько мне известно, было составлено и направлено в адрес команды губернатора коллективное письмо от предпринимателей, которые работают на территории парков и занимаются аттракционной техникой, где они просят рассмотреть возможность снятия ограничений по работе как раз аттракционов, потому что переживают они по понятным причинам не самые лучшие времена. Мы, в свою очередь, тоже с нетерпением ждем, когда нам разрешат запускать наше легендарное колесо обозрения. Вот вы прям вопрос сняли у меня с ледяки. Нашу орбиту, наши катамараны, лодочки и прочие приятные аттракционы, детские паровозики. Мы тоже готовы. Мы в очереди желающих запустить этот процесс как можно быстрее. То есть с колесом обозрения все в порядке? Оно готово, оно будет работать? Ну, как только разрешат. Да, безусловно, оно готово, оно уже обработано антисептическими растворами, необходимыми, которыми проводится обработка объектов и каких-то там малых архитектурных форм, расположенных в парках. Оно полностью готово к запуску. Уже есть в наличии антисептические средства для рук, которые необходимы. Да, проработан вопрос предоставления масок для тех людей, которые не имеют. Их проработан вопрос обработки, санитарной обработки каждой кабины после использования. То есть проработан момент периодичности этих обработок, составления графика. Проработан момент возможности загрузки кабин. То есть это не более двух человек. Ну, за исключением, если там пришла семья. Ну, семейная пара, да, конечно. Пришла семья. Из, грубо говоря, из разных семей людей в одну кабину не сажаем. Потом также проводим обработку после каждого оборота колеса, после каждого проката кабины. Мне подсказывают, что у нас есть звонок в студию. Давайте пообщаемся со зрителем и затем продолжим беседу. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Добрый вечер. Добрый. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот карусели уже открыли, когда откроется и как появится на парке в парке? Здравствуйте, Оксана. Спасибо за вопрос. Карусели, к сожалению, пока не открыты. Только сейчас мы беседовали на эту тему. И ожидаем, что наступит послабление мер и ограничений по использованию аттракционной техники. И мы сможем запустить карусели. Что касается пунктов общественного питания, кафе, на территории парков работа им разрешена. Они ведут свою деятельность, кафе ведут свою деятельность, да. Если не ошибаюсь, с 26 июня или с 1 июля. Я точно не помню даты, но официально, легально и с соблюдением социальной дистанции, специальных мер по санитарной обработке, они ведут свою деятельность. Кафе имеют право работать? Да. А вот, кстати, тогда просветите меня в таком случае, что имеют право делать? Ну, скажем так, какие услуги могут предоставлять в кафе на территории парков, а какие не имеют? То есть шашлыки имеют право? Не имеют. Алкогольные напитки – важный момент, потому что, ну, вот здесь есть тонкая грань. Ну, на законодательном уровне мы прекрасно понимаем, что у нас запрещено употребление на территории парков алкоголь. Любого? В том числе легкого? В том числе легкого в каком-либо виде. Что касается шашлыков, на территории парков запрещено разведение открытого огня. Посему, если кафе оборудовано специальными грилями, либо какими-то помещениями для приготовления шашлыка, которые позволяют безопасно для природы это делать, то, ради бога, это не возбраняется. Также по такому же принципу работают и, я представляю себе так, да, на набережной заведения. То есть мангалы запрещены с открытым огнем? Ну, сейчас нету, сейчас гораздо более эффективные, да, и приспособленные какие-то устройства для приготовления грилей и шашлыка. Поэтому, да, это есть в парках, это работает, это пользуется хорошим спросом и популярностью. Ну, нормально, ну, просто здесь как бы вот грань не перейти, потому что шашлык иногда, вы знаете, может процесс приготовления отравить воздух вокруг, а люди пришли подышать. Ну, всем не угодишь. Всем не угодишь, я себя согласен. Но при том, при всем, не знаю, большинство, наоборот, привлекает как раз вот приятные ароматы, которые исходят от точки общественного питания в процессе приготовления. Бог с ним, с алкоголем, потому что, на мой взгляд, все-таки парки – это место, в первую очередь, для прогулок, для здорового образа жизни, да, для здоровья. И в парках ведь очень не только приятно, но и полезно тренироваться, заниматься спортом, потому что вот то редкое место, где свежий воздух есть у нас в городе, все-таки не так его много. Это место для массового спорта, на мой взгляд, для массовой физкультуры. В этом смысле просто уникален парк имени Гагарина, просто уникален, потому что там есть даже стадион, и стадион хороший, вот могу объективно сказать, потому что я вот поклонник, я там бываю регулярно. Расскажите, в каких еще парках и чем вы посоветуете заниматься, какими видами, ну, физической активности, так я бы сказал, не спорта, потому что спорт – это другая история. Я бы посоветовал заниматься всем, что не вредит здоровью. Практически во всех парках есть либо оборудованные площадки, либо отдельные какие-то спортивные снаряды, элементы, на которых люди могут позволить себе на свежем воздухе проводить какие-то занятия спортом, физической культурой. Помимо, ну, к сожалению, только в парке Гагарина у нас есть такой большой стадион, который оборудован и легкоатлетическими дорожками, и практически полноценным футбольным полем. Другие парки не могут этим похвастаться. И сектором для болельщиков, кстати, очень хороший. Безусловно, и сектор для болельщиков, который под навесом, который подходит под любую погоду. К сожалению, другие парки не могут этим похвастаться. Ну, во-первых, нету таких площадей. Во-вторых, ну, другие виды спортивных площадок и снарядов там представлены. Ну, к примеру, да, в парке... Ну, давай тогда перечислим, где что есть. В парке Пятидесятилетия Октября и в парке Дружбы также есть футбольные поля. Причем хорошего качества. В парке Пятидесятилетия Октября вообще совсем свежее поле. Оно в восемнадцатом году парк был после капитального ремонта только сдан. Ну, это очень свежие два года буквально. Да, в парке Дружбы... А, кстати, вот, прошу прощения, вот, если взять это поле, туда есть доступ у всех людей? То есть, вот, допустим, я с компанией людей, друзей своих захотел поиграть. Я могу прийти в парк Пятидесятилетия Октября? Вы можете прийти даже в парк Юрия Гагарина, да? В парк Юрия Гагарина я знаю, да. Который самый популярный. Есть расписание занятий, которые проводятся на поле. Это занятия спортивных школ, секций, а также коммерческие занятия, которые проходят на полях. Люди подают заявки, и мы даем им возможность провести какие-то там тренировочные занятия, соревновательные и так далее. Вот, для всех желающих вывешивается расписание. То есть, в рамках этого расписания, ну, есть определенные ограничения. Как только заканчиваются все занятия, очень большие окна свободного времени, когда люди могут приходить, складываться в команды и спокойно, бесплатно, совершенно заниматься спортом на территории парков. По спортивным площадкам стоит что еще сказать? У нас достаточно неплохо развивается направление баскетбола. Мы в прошлом году начали взаимодействие с Федерацией баскетбола Самарской области, очень тесное взаимодействие. Только за 2019 год мы построили одну площадку с нуля в парке Дружбы и отреставрировали две площадки. Одну в парке Юрия Гагарина баскетбольную, вторую в парке Воронежские озера. Вот в парке Воронежские озера, кстати, не было, надо съездить посмотреть. Да, это очень интересная площадка, обратите на нее внимание, она очень популярна сейчас и крайне посещаема. Эта площадка, как и все остальные, выполнена по всем современным технологиям, требованиям по безопасности с антитравматическим резиновым покрытием, с профессиональными баскетбольными стойками, с кольцами. То есть это сделано для полноценной профессиональной тренировки подрастающих звезд, я надеюсь, как российского, так и мирового баскетбола. Вот, помимо этого, если брать летний период скейт-парк, который в Струковском саду, нельзя обойти его вниманием, потому как это от трех лет и до бесконечности привлекает... Пока человек может ходить. Да, пока человек может стоять на роликах, либо на доске, да, это привлекает туда большое количество людей, что не может не радовать, потому что очень сильно развивается вот эта вот ветвь, это направление. Хоть это спорт и экстремальный, достаточно травмоопасный, но, тем не менее, мы наблюдаем, что на площадку приходят очень опытные ребята, которые дают начинающим рекомендации, и опять же, это все происходит в режиме живого общения на площадке. Что касается зимнего периода, опять же, стоит отметить, что практически в каждом парке мы прокладываем лыжню, где люди могут спокойно заниматься ходьбой, бегом на лыжах. Помимо этого, в парке 50-летия Октября, в парке Дружбы, в парке Победы и в парке Юрия Гагарина мы заливаем катки, там, достаточно большой и общей площади, там, порядка, по-моему, порядка 14 тысяч квадратных метров. И в парке 50-летия Октября у нас есть хоккейная колда, которая также заливается, где проходят как любительские какие-то игры, так и тренировочные и, ну, какие-то там командные соревнования. Вот. Помимо этого, да, что не требует специальной какой-то подготовки, да, это, там, скандинавская ходьба, которая сейчас получила широкое распространение, бесплатно проводятся занятия, ну, практически во всех парках. Спортивные танцы различных направлений также бесплатно проходят занятия на территории парков. Можно и нужно заниматься любым, любым видом спорта в наших парках, потому что мы стараемся. Я знаю, еще по утрам сейчас йогой начали заниматься, причем тоже бесплатно, кстати. Да, да. Пожалуйста, приходи, если есть желание. Возможностей, на самом деле, немало. Да. Какие планы у вот муниципального предприятия парки Самары по развитию спортивной инфраструктуры? Потому что нам всегда хочется лучше, больше. Безусловно. Еще и еще. Безусловно. Ну, планы грандиозные, это не секрет. Парков, учитывая растущую популярность спорта на открытом воздухе, как показал этот год в особенности, да, мы, ну, наша основная задача сохранить существующие объекты, потому что повышенный спрос, повышенный износ. Да. И, ну, безусловно, будем двигаться вперед. Не могу сейчас сказать прям по датам, пошагово, какие объекты будут возведены на территории парков, там, в ближайшие полгода, год-два года. Но в планах есть продолжение баскетбольной линии, в планах есть и развитие других объектов и других направлений, которые не требуют никаких строений на территории парка, как раз вот в ближайшее время. Еще в парках стартовал вот уникальный, на мой взгляд, уже сейчас я понимаю, что мне это, наверное, становится интересно, проект по занятию адаптивной физической культурой для, и гимнастикой для людей, ну, скажем так, пожилых, для людей в возрасте. Вот расскажите об этом поподробнее, потому что эта тема такая отдельная, тема важная, потому что парки и пожилые люди, я считаю, это вот близкие вещи. Ну, хочется сказать в отношении этого вопроса, что данное направление, данный проект продвигается уже и реализуется не первый год. Такая программа, как Самара, город активного долголетия, только при моем участии уже в 2018-2019 году была реализована. Это проведение в каждом районе, да, ну, в основном выбирались парковые территории, занятия по общей физической подготовке специализированными спортсменами, тренерами с пожилым населением. Алексей Георгиевич, прошу прощения, подсказывай, что есть звонок в студию, давайте поговорим со зрителем и затем расскажем поподробнее вот об адаптивной гимнастике. С удовольствием. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, меня зовут Ольга. Здравствуйте. Здравствуйте, Ольга. У меня вот такой вопрос. Я вот очень люблю гулять в наших парках, вот сейчас в Друговский сад, мы рядышком там живем, часто там бываем, но я очень много лет страдаю аллергией на траву. Вот страдники типа лепеда, полы, на вроде вот такого характера. Скажите мне, пожалуйста, вот в парках наших растут, растет ли вот такая трава, которая вызывает аллергию, если она растет, то, ну, как-то боретесь с ней выливать себя? Спасибо, понятен вопрос. Вопрос полностью понятен. Спасибо за вопрос. Я могу сказать, что, безусловно, никто не застрахован от аллергии, от аллергенных растений на территории парков, но, в свою очередь, мы регулярно проводим обработку газонов, в том плане, что работают газонокосилки. Есть определенные нормативы, которые обязательно соблюдаются по высоте травы. Происходит регулярный покос. Соответственно, до момента цветения тот сорняк, который вызывает аллергию, не доходит. И нахождение в парках, ну, и не только в парках, на самом деле. Я много езжу по городу, смотрю, и многие общественные пространства избавлены как раз вот от этих нехороших, назовем их так, растений. Посему нахождение в парках безопасно. В частности, в Струковском саду, могу сказать точно, у нас там располагается офис, и там я провожу... Амброзии там нет точно. Да не то, что амброзии, там трава по линейке выстрижена. Даже как? Ну, я утрирую, конечно. Но общий вид, и не только в Струковском, все парки, в каждом парке есть своя команда персонала, которые работают на благоустройство. И эта команда активно работает, чтобы исключить все возможности неприятных ощущений после посещения парка. Это не только касается травы, но и общего состояния. Так вот, по поводу адаптивной гимнастики для людей пожилых. Для пожилых людей основная задача этой адаптивной гимнастики – это не навредить, а поддержать пожилого человека. То есть это комплекс упражнений, который рассчитан на улучшение работы дыхательной системы, нервной системы, сердечно-сосудистой системы. Может быть, даже и пищеварительной. Я думаю, что после таких занятий аппетит только улучшается. Это не долговременные по продолжительности занятия, в среднем это до 30 минут, где присутствует профессиональный тренер, где для бодрости духа присутствует музыкальное оборудование. В этом году сейчас без музыкального сопровождения, ввиду определенных ограничений. Но, тем не менее, это общая физическая подготовка, которая адаптирована именно под возрастной сегмент, дабы не навредить, дабы поддержать, дабы улучшить, поднять настроение. И я могу сказать, что вместе с этими пожилыми людьми приходят и дети, и внуки, которые также с радостью повторяют эти несложные упражнения и получают заряд бодрости и хорошего настроения. — Где можно посмотреть расписание, чтобы прийти и позаниматься? — Так. — То есть где, в каких местах, во сколько? — Ну, давайте так. Я в ближайшее время, если это расписание отсутствует на нашем официальном сайте, оно там появится. — То есть вот на официальном сайте можно будет найти. — Да. — Алексей Геннадьевич, смотрите, вот какая еще штука. Парк — это вот, ну, место, скажем так, общественное. И я помню те времена, когда, допустим, в парке Гагарина после 10 вечера, после 22 часов, было, ну, не очень спокойно гулять. Сейчас, вот я заметил, стало намного меньше пьяниц, стало меньше людей, агрессивно настроенных в самарских парках. Ну, это, может быть, мое вот ощущение. Вот как решается вопрос безопасности отдыхающих? Вопрос с полицией. Может быть, ДНД стали чаще подключать? — Ну, безусловно, полиция. Когда наша полиция нас бережет, нам спокойнее находиться на территории парков. Ну, к примеру, опорные пункты полиции расположены в таких парках, как парк Дружба, парк Победы. Это очень хорошая практика, которая действительно улучшила показатели по сохранению общественного порядка, да, по пресечению каких-то нарушений. Такие, ну, в остальных парках, которые не оборудованы опорными пунктами, происходит круглосуточное патрулирование. Это как полиция, так и подключаются к ним в определенные дни по своему расписанию ДНД. Ну, и стоит отметить, что растет как-то и социальная ответственность наших жителей, потому что парки уже не воспринимаются, как и набережные, не воспринимаются как усилительные зоны, как зоны кафе, зоны распития напитков. А парки – это уже современное правильное представление у людей сложилось, что парки – это места отдыха, причем отдыха и тела, и души, в хорошем понимании этого слова. И люди сами ответственнее стали, они сами уже оперативнее реагируют на какие-то незаконные действия, которые совершаются на территории парка. Тем самым, те потенциальные нарушители, которые могут прийти в парк, им проще спрятаться где-то в другом месте, отсидеться дома. Я не буду сейчас давать советов, где можно спрятаться, но гораздо лучше, чем… Скажем так, им там некомфортно. Им там некомфортно, и это хорошо, потому что в парках нужно отдыхать правильно. Я предлагаю посмотреть еще один сюжет, и затем мы продолжим нашу беседу. С удовольствием. Дважды в день сотрудник по уходу за животными Елена Павлова выходит на берег кормить своих подопечных. Три лебедя и два веселых гуся узнают свою хозяйку и к назначенному времени уже подплывают к кормушке. В рационе зерновые, травяная смесь и обязательно свежая килька. При таком питании птицы живут дольше, чем в природе. К примеру, старший из лебедей Василиси уже больше 10 лет. Но главное для птиц – это качество воды. Именно вот жарко, они постоянно, они кушают на воде, плавают, спят на воде. Им категорически нельзя, чтобы воды не было. Вода должна быть постоянно, круглые сутки. Озеро наполняется, да, очищается. Озеро в парке Металлургов – одна из жемчужин Самары. Это и украшение города, и любимое место отдыха жителей. Но в этом году сложились неблагоприятные погодные условия. Зима без снега и жаркое засушливое лето. Нормальный объем воды для озера – 130 тысяч кубометров. Но этим летом почти вдвое меньше. Водоем приходится подпитывать. Из-за обмеления и аномальной жары в воде начинается бурный рост водорослей. Чтобы не нарушать экосистему водоема, чистят озеро без химикатов, старым дедовским способом. Справляются граблями, вилами и лопатами. Растительные собираются в мешки, которые отправляют на утилизацию. Алексей Геннадьевич, всеми любимый парк металлургов, в определенном смысле символ этого района, люди переживают, что происходит с озером и будет ли в нем больше воды. Давайте называть вещи своими именами. Происходит заболачивание. Вызвано оно изначально. Причина – одна из. Это то, что этой зимой было мало снега. На поверхность озера мало выпало снега. Соответственно, мало снега потом растаяло. Упал уровень воды. Как только мы обратили на это внимание, мы подключили круглосуточный долив воды через коммунальные системы наши, да, из водопровода. У нас через трубу диаметром 50 миллиметров круглосуточно поступает вода. Чтобы было понимание, это в месяц где-то порядка 11-12 тысяч кубических метров. В переводе на рубли – это порядка 300 тысяч рублей в месяц. Мы постоянно выливаем в это озеро. А когда у нас началось потепление, когда мы обратили внимание, да, что… Когда стало жарко. Нет, до жары еще мы стали прекрасно понимать то, что уровень воды критически упал. Мы подключили резервный источник водоснабжения, который до настоящего момента мы не могли использовать, потому как он был законсервирован. Он не использовался в принципе. Провелись технические работы, запустили дополнительное водоснабжение. Там труба диаметром, если не ошибаюсь, 100 или 150 миллиметров, из которой также идет вода. В месяц оттуда вытекает порядка 14 тысяч кубических метров. По нашим прогнозам, в течение трех месяцев мы вернемся до нормативного уровня воды в озере. К сожалению, раньше физически сделать мы это не можем. Сильнее напор мы не включим, но он какой есть, такой он и есть. Для того, чтобы приводить в порядок озеро, химикаты мы использовать не можем, потому что есть опасения за жизнь рыбы и птицы, которые живут на озере. Как видели в сюжете, вручную, с берега, с плотов, с понтонов и с лодки происходит уборка водорослей. Уборка водорослей порядка 40-50 мешков в день. Мы водоросли и мусора вытаскиваем из озера. Ну и жара, которая была, она привела к цветению воды, но даже Волга цветет. Это естественные водоемы, это, к сожалению, не бассейны, где... Можно фильтровать. Да, можно фильтровать, где можно запускать химию, которая делает воду прозрачной и голубой. Это естественные водоемы, это естественные процессы, с которыми мы боремся, дабы не допустить его дальнейшего обмеления. Алексей Геннадьевич, осталось буквально полтора минуты. К сожалению, вопросов-то очень много, а времени мало. Важный вопрос. Что будет с озером в городском парке культуры отдыха «Молодежный»? Вот оно пока сухое. Мы помним, когда-то оно было... Мы с нетерпением ждем, когда путем голосования жителей парк «Молодежный» попадет, станет лидером в проекте «Комфортная городская среда» и будет отремонтирован по этой программе. Мы не можем давать прогнозов, когда это произойдет. Мы думали, что это случится в 2020 году. Сейчас мы надеемся, что это случится в 2021 году. Но по проекту, который прорабатывался, по проекту реконструкции и капитального ремонта парка, озеро было решено восстанавливать. То есть проводить те технические работы, которые требуются, строительные, и запускать его, чтобы оно опять функционировало. Ну что ж, спасибо за интересную и содержательную беседу. Я очень надеюсь, что это озеро в итоге тоже будет восстановлено. И мы увидим там птиц, возможно, катамараны, и сможем там отдохнуть с новым качеством совершенно. Наши надежды совпадают. Спасибо вам. Спасибо. И напоминаю, что в нашей студии был Алексей Пецин, начальник отдела по организации культурно-массовых мероприятий МАО «Парки Самары». Удачи в делах. Гуляйте чаще, отдыхайте, берегите себя. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова